привет youtube давайте сегодня отклонимся от нашего заданного курса курса тестировщика с нуля и поговорим с вами о таком важном вопросе как о минусах работы тестировщиком я расскажу как о моих топ минусов так и о том как можно с ними бороться минус номер один если вы попадете на небольшой проект какую-то небольшую компанию где не будет толкового ментора либо же процессы не будут так четко налажены как хотелось бы вам как например вы придя из каких-либо курсов будь то бесплатных или платных усвоили то конечно же вам будет тяжело что-то с этим сделать в рамках той компании в которой вы будете работать и достичь какого-то своего максимума развития и вообще в целом обучаться развиваться узнавать новую информацию ваших коллег будет достаточно тяжело что же можно сделать таком случае во первых нужно задуматься об этом еще на собеседовании поэтому я советую вам задавать правильные вопросы на собеседовании то есть вы всегда можете спросить какую модель разработки программного обеспечения используют на данном проекте сколько тестировщиков команде если четкий руководитель этой команды возможно если какой-то ментор на период вашего анбординга то есть того момента с которого вы придете на работу и будете узнавать что-то о новом продукте до того момента когда вы уже четко будете понимать как он работает и сможете самостоятельно приступить к тестированию это тоже очень важно если же ваш будущий работодатель и чарни паж и представитель команды тестирования не сможет четко дать ответ на этот вопрос будет уклоняться то есть это уже будет первый звоночек о том что вам нужно задуматься все ли так хорошо в той компании на место в которую вы претендуете следующая рекомендация попросить помощи у более опытных тестировщиков скорее всего даже если нет какой-либо четкой структуры вашей команды все равно на проекте будет тот человек который работает здесь уже относительно давно знаете подводные камни о проекте также возможно владеет какими-то тулами которых вы еще ни разу не ищупали в своей жизни либо же умеете владеть на каком-то базовом уровне всегда можно попросить о помощи помните что коммуникация это наше все также не стоит забывать о самообразовании self education саморазвитие то есть всегда ищите какие-то дополнительные ресурсы для того чтобы себя как-то развивать вкладывать себя потому что все потраченное время на обучение во многом поможет вам в дальнейшем претендовать на более лучшие позиции в другой компании пример если же все-таки поймете что в этой компании что-то не так работа в не уже какой-то промежуток времени как я уже говорил самообучение развития в тестировании должно присутствовать всегда да и в любой вообще профессии и специальности следующий минус который я хотел бы отметить это рутинность операции и сразу же в голову приходит регрессионное тестирование то есть если вы вспомните урок посвященные видам тестирования когда я рассказывал вам о регрессии то это такой вид тестирования который проводится после любого изменения в систему либо же после того как исправили какую-то ошибку на момент того что вот это исправление не повлияло на другие связанные функциональности которые также задействованы вашем продукте этот процесс может повторяться от трех до пяти раз возможно даже иногда больше и это по-своему какая-то рутина то есть вы делаете все то же самое проверяя один и тот же функционал возможно каждую итерацию это порой может вам надоест поэтому я в таком случае рекомендую вам с некоторой периодичностью менять объект регрессии но опять же это не всегда применимо к начинающим тестировщикам например если на проекте вы не отвечаете за написание тест кейсов а выполняете только их четко следуя тем шагам которые расписали уже более опытные тестировщики тогда вам будет немножко тяжело это сделать но вы в любой момент можете попросить например если у вас в команде есть несколько тестировщиков которые отвечают за разные модули в процессе ингрессионного тестирования поменяться с ними аргументируя это тем что таким образом вы нивелируете эффект пестицида если вы не помните что это такое то сейчас вверху появится подсказка вы сможете перейти к уроку где я подробнее рассказывал о семи принципах тестирования в том числе о данном парадоксе еще один минус который сложно назвать таковым но я все-таки затрону его это знание английского языка как я уже говорил в тестировании без английского языка делать нечего так как большинство компаний которые работают в странах снг они направлены на работу зарубежными заказчиками с англоязычными заказчиками и основной язык коммуникации написание тестовой документации будет английский язык поэтому подтягиваете его это своего рода даже не минус а некие ваши рычаг для улучшения вас как специалиста который в дальнейшем поможет вам не только сфере айти а также возможно в каких-то вылазках за границу в путешествие если вы задумаетесь о каком-то переезде в другую страну также английский язык вас играет вам только на руку следующий минус это конечно же и сидячая работа то любая офисная работа связана с сидячим образом жизни то есть вы будете большую часть времени сидеть за компьютером проводить свои тесты писать тестовую документацию возможно даже удаленно общаться с другими участниками проекта своей команды опять же на митингах вы тоже будете сидеть это очень сильно может повлиять на ваше здоровье поэтому я бы посоветовал вам периодически делать какие-то вылазки на улицу если есть такая возможность она всегда есть то есть вы можете на обеде не сидеть на кухне а пройтись какой-нибудь ближайшую кафешку либо же в магазин то есть просто подышать свежим воздухом немножко размять свои кости близко всему часть социального пакета в некоторых компаниях занимает и оплата тренажерных залов то есть тоже почему бы этим не воспользоваться и как-то повлиять на тонус вашей мышечной системы также периодически нужно делать перерывы в работе и даже простая пешеходная прогулка по офису может очень хорошо повлиять на ваше здоровье не забывайте пожалуйста про это следующий минус это конечно же постоянное переживание о качестве продукта то есть вы как тестировщик конечно же отвечаете за качество вашего финального продукта и вы всегда будете переживать за ваш какой-нибудь будущий важный релиз либо же зато понравится вашему заказчику ваш финальный продукт инкремент который вы доставляете или нет опять же можно отнести к минусам то что заказчики не всегда довольны готовым продуктом поэтому будьте готовы к этому старайтесь развивать себе такое качество как стрессоустойчивость возможно как-то нивелировать снижать мнительность и если же заказчик находит какие-то недостатки вашем продукте то вы всегда можете это взять на вооружение как не то что это какая-то большая проблема то что это а то что это путь для вашего улучшения для того чтобы вы в дальнейшем выкатили какую-то новую фичу новый инкремент который будет превосходить качество предыдущего и ваш заказчик действительно будет доволен то есть воспринимать это какой-то челлендж новый экспириенс поэтому не стоит также очень скептически не знаю близко к сердцу воспринимать критику со стороны вашего заказчика и к этому пункту также можно отнести тот факт что конечно же тестировщик кей инжиния это очень ответственная работа поэтому вам нужно в таком случае если вы все-таки берете на себя такую ответственность не забывать еще и о том что за качество готового продукта отвечаете не только вы как тестировщик но и вообще вся команда это один из основных принципов скрам гибких методологии когда мы с вами будем говорить об этом я обязательно еще раз вам напомню чтобы вы не забывали о том что все участники команды не только вы ответственны за качество вашего продукта поэтому если ваша команда это не понимает то я советую вам взращивать эту идею внутри вашего коллектива возможно поговорить с пиэмом об этом чтобы он еще раз напомнил команде о том как важен каждый участник в обеспечении качества помимо пиэма это может быть также скром мастер возможно если функцию пиэма в какой-то степени выполняет бизнес аналитик об этом тоже можно поговорить если мы говорим опять же о фреймворке скрам всегда в конце каждой итерации есть ретроспектива на которой участники проекта рассказывают о том какие были болевые точки чтобы можно было улучшить в рамках итерации и какие-то экшен айтемы всегда переносят на следующую итерацию пытаются их действительно выполнить поэтому опять же такой экшен айтем как то что вся команда должна понимать что она ответственна за качество продукта можно также постоянно проталкивать внутри вашей команды если же все-таки участники этого не понимают опять же стоит вас предостеречь что ряд товарищей с вашей команды либо же ваши знакомые специалисты в сфере эти которые работают примеру разработчиками будут читать вас специалистами с более низкой квалификации сразу могу вам сказать что это большое заблуждение и наверное даже какой-то миф потому что инженеры тестировщики проверяют качество программного обеспечения они вообще ответственны за все качество этого продукта а кто же разрабатывает наш продукт конечно же разработчик поэтому мы по сути тестировщики влияем на то как разработчики в дальнейшем будут создавать качественный продукт мы совершенствуем качество поэтому мы должны знать все тонкости работы программистов понимать цикл разработки программного обеспечения если мы говорим о позиции middle возможно то здесь мы уже должны знать что творится под капотом работать с веб-сервисами с той же самой опишкой опять же все это мы будете с вами говорить рамках дальнейших уроков на курсе но у тестировщика очень широкий кругозор и количество тех тулов которые он использует своей работе те времена когда на позицию тестировщика мог претендовать любой человек с хорошим уровнем английского и не умеющие делать вообще ничего в компьютере уже давно канули в лето поэтому закрывайте на это глаза мы крутые спецы и тоже взращивайте в себе эту идею не давайте повода другим усомниться в том что тестировщик это специалист какой-то второго сорта такого нет не было и не будет опять же если мы говорим про какую-то автоматизацию то тестировщик уже здесь приближается к уровню разработчиков в плане знаний языков программирования и тестировщик в любой момент может перейти в другие области войти как я уже говорил на первом уроке есть такое понятие как горизонтальный рост и вы сможете стать каким-нибудь менеджером либо же бизнес-аналитиком либо же разработчиком возможно пьемом скром мастером продукт-оунером и именно профессия тестировщика дает вам тот базис который в дальнейшем сможет вам помочь добиться успеха в других каких-то начинаниях в сфере эти и и последний минус который я специально поставил именно на это место это то что у тестировщиков не самая высокая заработная плата в сфере эти если же мы ее сравниваем к примеру с разработчиками опять же здесь можно говорить о том что он да ручные начинающие тестировщики возможно получают такую большую заработную плату как разработчики и в дальнейшем в принципе пройдя рост от начинающего специалиста доли да либо менеджера зарплата будет у них конечно же различаться но мы также говорим о том что ручной тестировщик всегда может переквалифицироваться автоматизаторы изучить какой-то язык программирования начать писать скрипты может быть в дальнейшем ему захочется развиваться в сфере разработки программного обеспечения и тогда вопрос связанные с вот этой разницей между заработной платы тестировщика и разработчика сойдет на нет поэтому чтобы я вам порекомендовал для того чтобы этот минус в дальнейшем стал плюсом это конечно же как я уже говорил раньше ваше постоянное развитие обучения вклад как финансовых так и временных усилий в взращивание себя как высокоприфицированного специалиста возможно изучение каких-то языков программирования автоматизации тестирования либо же уход какую-то узкую специализацию будь то тестирование безопасности или нагрузочное тестирование здесь путей для отступления очень много и если для вас действительно остро стоит вопрос в том чтобы вы зарабатывали хорошие деньги я думаю что все только ваших руках нет какого-то финансового потолка в развитии сфере эти и мы всегда можем уйти как вертикальный рост так и горизонтальный пожалуй это все минусы которые я выделил для себя в работе тестировщика да с некоторыми я сталкиваюсь и сейчас но ребята вы должны запомнить главную истину все эти минусы могут стать плюсами либо же уйти в какую-то нейтральную сторону все зависит только от вас какие-то паттерны для того чтобы избавиться от вот этих предубеждений от мифов заблуждений я вам рассказал в рамках данного видео надеюсь что оно было вам полезно если же у вас остались какие-то вопросы либо же вы знаете какие-то другие минусы работы тестировщика то я всегда рад увидеть это живом обсуждении в комментариях не отвечаю каждому не забывайте подписываться на этот канал уже следующее видео будет посвящено тестированию в приложений как я и обещал на занятии ранее поэтому увидимся с вами совсем скоро милости прошу к нашему шалашу пока а